Видео создано при информационной поддержке группы во ВКонтакте АОМИ. Вступай и будь в курсе! Еще одно удивление этого сезона, хотя и довольно обычное аниме по сути, которое выделяет лишь главный герой, но об этом чуть попозже. Про сериал до его выхода мало что знал, что наверное и стало причиной, что он вполне себе понравился. Иногда полезно держать себя в таком неведении. Давайте же разбираться, что в нем такого. Ну, не пиршество для глаз, скажу сразу. Но свой стиль у аниме все-таки имеется, эдакая коллаборация старого и нового, что кстати и в сюжете присутствует. Грубые линии, плюс это еще, забыл как называется, такие вот контуры персонажей, что как тени и кислотные задники обычно к этому делу привинчены. Но меж тем, вполне проработанные задники и общие планы встречаются тоже. Отдельно очень хорошо с модельками машин поработали. Видно, что авторы прутся от автопрома в целом и его продукции. Анимация очень достойная, один опенинг чего стоит, где как бы по сути все, что я хочу дальше в аниме видеть и... наверное постепенно оно появляться там и будет. Загибаем пальцы. Крутой главный герой, танцы, погони и драки. Да и музыка в опенинге подошла просто филигранно. Что бы я там раньше не говорил, пока что вот это лучшее вступление сезона. Ну и танец, конечно, главного героя просто шикарен. Персонажи, ну тут все довольно таки сложно. Даже если со второй серии начнут раскрывать всех подряд и у них будет прям отличная история у каждого, то все равно Кёму, это главный герой, не переплюнуть уже никому. Я как-то давно, пересматривая Самураи Чамплу, подумывал, как было бы круто, если бы Мугин и Джин были бы одним персонажем. Прошли годы и моя такая вот мечта сбылась в данном аниме. Если, скажем, город, в котором меня нет намеренно строить сюжет вокруг одного персонажа, одного героя, то в измерении тебе это не выпячивают, но явно дают понять, что это главный персонаж, он будет влиять на сюжет и он охрененский крут. Да простят меня нормальные люди, но смотрел снова Анистар, одноголоску от Эверлорда. И могу сказать, что вам этого делать абсолютно точно не нужно. Лучше подождите чего-нибудь покачественней. Все-таки сериал довольно знаковый, скорее всего Анидаб возьмется, Кансай может быть, ну или какие-нибудь другие хорошие артели. Знаете, вот ему идет в многоголосом переводе участвовать. Скажем, в том же аниме «Мириады цветов фантомного мира» вписался он как родной. Ну и плюс там персонаж такой, подходящий ему. Здесь, как по мне, не вписывается совершенно. Резюмируя, аниме явно достойное просмотра. Крутой главный герой, интересный мир, романтика охотника за головами, ну здесь они коллекторами называются. Вполне себе красивый мир на стыке прошлого с бензиновыми машинами и будущим с роботами, которые могут плакать. Причем все далеко не мрачно, а наоборот красочно, пестро, даже карикатурно местами. Короче, если кто-то еще не понял, смотреть советую всем, но только в хорошем переводе. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, говорят у нас бывает весело. И увидимся уже в следующем видео. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok